Нам уже знаком способ называть что-то, используя константы. Например, это константа π со значением 3.14. После этой строки каждый раз, когда мы видим π, мы знаем, что ее значение 3.14. Она называется константой, потому что она константна, неизменна, постоянно. После этой строки π всегда будет 3.14. Именно поэтому в аналогии с бумагой я использую именно ручку. Это может показаться ограничением, но вообще это довольно хорошее свойство. Работа с изменяемыми данными – сложная задача. Представьте, что вы пишете код, используя константу, но не уверены в ее значении. Тем не менее, иногда вам может потребоваться изменить уже существующие данные или их значения. Допустим, вы хотите повторить что-то 5 раз. Один способ – выполнять повторы, отсчитывая до 5, а затем остановиться. Для этого вам нужно что-то для хранения счетчика этого меняющегося числа. Константа не будет в таком случае работать, она неизменна, вы не можете изменить ее значение после того, как уже создали ее. Поэтому в JavaScript и многих других языках программирования существует идея переменной. Можно представить ее в виде такой же бумажки, на которой имя написано ручкой, но значение – карандашом. В любой момент можно заменить значение на другое значение. Можно посчитать факториал с помощью переменной вот так. Создать переменную просто. Она выглядит как константа, только вместо const мы пишем let. Мы позволяем ей быть чем-то, и это не навсегда. Затем мы изменяем значение факториала. Мы бы такого не смогли сделать, если бы факториал был константой. Эта строка означает изменить значение переменной факториал на результат умножения факториала на 2. Теперь JavaScript умножает факториал на 2 и записывает этот результат в переменной факториал. Раньше факториал был 1, а теперь это 2. Мы повторяем это еще трижды, каждый раз умножая полученное значение на следующее целое число – на 3, на 4 и на 5. Это то, что вы, возможно, делаете в уме, когда умножаете числа. Вероятно, вы не думали об этом так четко, но это неплохой способ описания процесса вычисления, если бы вам нужно было объяснить это кому-то. Идея использования счетчика для повторения чего-то множества раз – распространенная идея в программировании, и большинство языков имеют для этого циклы. Давайте рассмотрим один тип циклов – цикл while. Это блок кода, который повторяется, пока удовлетворяется какое-то условие. Представьте себе фермера, который работает от рассвета до заката. Другими словами, он работает, пока не зашло солнце. Вы можете записать «пока солнце не зашло работать». Конечно, это не настоящий JavaScript, это просто чтобы показать идею. Эта строка work будет повторяться снова и снова, пока солнце над горизонтом. Это значит, что после каждого повторения нам нужно проверять, действительно ли солнце все еще в небе, и остановиться, если это не так. Другими словами, проверить, исполнить, проверить, исполнить и так далее. Вот функция факториала с переменными и циклом вместо рекурсии. Воу, что тут происходит? Во-первых, мы создали две переменные. Одна для счетчика, чтобы считать от одного до верхнего предела, а вторая для текущего результата. Затем начинается главная часть. Цикл while, который повторяется, пока счетчик меньше или равен n, числу, переданному в эту функцию. Код, который повторяется, простой. Мы меняем значение наших двух переменных. Текущий результат умножается на счетчик, а счетчик увеличивается на 1. В какой-то момент это условие, счетчик меньше или равен n, станет ложным. Цикл больше не будет повторяться, а программа перейдет к следующему этапу. Return result. К этому моменту результат станет ответом, потому что за время всех повторов в цикле результат умножался на 1, на 2, на 3 и так далее, пока не достиг значения n, каким бы оно ни было. Давайте посмотрим, что компьютер делает шаг за шагом, когда мы вызываем факториал трех. Взять один аргумент, 3, известный внутри как n. Создать переменную counter, установить значение 1. Создать переменную result, установить значение 1. Проверить. В счетчике 1 это меньше или равно n, поэтому умножить result на counter и положить ответ 1 в result. Добавить 1 к counter и положить ответ 2 в counter. Вернуться и проверить. Counter 2 это меньше или равно n, поэтому умножить result на counter и положить ответ 2 в result. Добавить 1 к counter и положить ответ 3 в counter. Вернуться и проверить. Counter 3 это меньше или равно n, поэтому умножить result на counter и положить ответ 6 в result. Добавить 1 к counter и положить ответ 4 в counter. Вернуться и проверить. Counter 4 это не меньше и не равно n, поэтому остановить повтор и перейти к следующей строке. Вернуть result 6. Компьютер выполняет такие операции в миллиарды раз быстрее, но по сути это выглядит именно так. Общее название такого вида сформулированных повторений — итерация. Наша программа использует итерацию, чтобы рассчитать факториал. В прошлый раз мы рассматривали итеративный процесс с рекурсией, а в этот раз итеративный процесс без рекурсии. Оба используют технику итерации, но с рекурсивными вызовами нам не нужно менять значения, мы просто передаем новые значения в следующий вызов функции. А эта функция факториала не имеет рекурсивных вызовов вообще, поэтому все трансформации должны происходить внутри единственного экземпляра, единственной функциональной коробки. У нас нет выбора, кроме как менять значение содержимого. Стиль программирования, который вы видели в предыдущих уроках, называется декларативным. Сегодняшний стиль с изменением значений называется императивным. Сравните рекурсивные и нерекурсивные факториалы. Эта рекурсивная функция — декларативная. Она как описание факториала. Она объясняет, что такое факториал. Это не рекурсивная итеративная функция. И она императивная. Она описывает, что делать, чтобы найти факториал. Слово декларативный происходит от латинского clorare — разъяснять, заявлять, делать объявление. Вы разъясняете. Я хочу, чтобы факториал n был n умножить на факториал n-1. Слово императивный происходит от латинского imperare, что значит «командовать». Вы приказываете четко передвигаться по шагам, умножать это на это, пока идет отсчет, и запоминать какие-то числа. Декларативное — это что? Императивное — это как? Писать декларативный код в целом лучший подход. Ваш код будет легче читать, понимать и делать что-то новое, опираясь на него. Некоторые языки провоцируют вас использовать тот или иной подход, а некоторые вообще не оставляют выбора. Но в итоге вам нужно будет научиться оценивать, когда итеративный подход принесет больше проблем, чем решений. Следить за изменениями сложно, и буквально несколько переменных могут сделать систему очень сложной для понимания. От изменения состояния появляется гора багов, а оператор присваивания, который создает изменения, часто является причиной всего зла во Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok